Продолжение следует... Продолжение следует... Я сейчас точно не помню, какой-то год. И там наверху, там две стены, на одной стене висят чуть-чуть модифицированные полосы газеты из другой эпохи. А на другой стене висят просто вот увеличенные полосы этой самой газеты сегодня, страницы искусства. Увеличенные до такого размера, что здесь вам неудобно читать, я вам сейчас что-нибудь процитирую, поэтому по бумажке. А там они на выставке висят так, чтобы можно было подойти и читать. Мне очень повезло, что выставка по направлению к источнику, вот эта самая архивная, она открылась в караже какой-то период, довольно долгий, почти месяц, три недели была только она, только эта выставка. Еще не было вот этой развеселой триенали с этими, с Макдональдс-склонами, вот, а висела только эта скучная концептуалистская выставка. И те люди, которые приходили в музей, они волей-неволей вынуждены были рассматривать эту так называемую инсталляцию, вот. К большим плюсам которой я отношу то, что около нее можно провести, вот зачем нужно искусство, это вот, я люблю какое искусство, что можно долго остаться около произведения, смотреть на него. В данном случае смотреть означает читать, было большое, и как бы я, заходя неоднократно, как тщеславный автор, заходя все время, значит, на эту самую выставку, я очень часто радовался, как девушки-юноши стоят и читают, читают искусство, что написано, значит, на произведении. Тексты, тексты, газетные тексты, написанные, допубликованные почти четверть века назад. Среди откликов на выставку, приглашение, возвращение к источнику, была заметка Ольги Кабановой в газете «Ведомости», где она, в частности, про эту инсталляцию написала, что эти тексты, которые вывешены, значит, этажом выше на стене, как произведение искусства, да, будто бы они не просто газетные, значит, кусок из газеты, а произведение искусства, что они, как бы, типа, они этого и хотели. Для того они, как бы, и сочинялись, чтобы оказаться в результате на музейной стене. То есть у авторов этих текстов, которые ежедневно писали в газету, была при этом какая-то еще дополнительная амбиция, которую я вот каким-то образом, так символически, в таком удобном месте, как бы вот эту амбицию материализовал. Это странная журналистика, оказалось, теперь висит на стене, значит, как произведение искусства. Именно эту полосу я выбрал для того, чтобы показать вам, поскольку, значит, добрая ее половина занимает произведение Бориса Кузьминского, одного из ключевых героев моего скромного сообщения. Рецензия, как, видимо, верхние буквы вы можете видеть, да, рецензия на книжку Сирил Колор «Дикие ночи», которая, половину этой рецензии составляет дневник автора, значит, человека, живущего в Москве, который, там, перемещается на метро, и его преследует грязная женщина, и хочет, значит, вот, начинается это, то, что там вот, то, что горит здесь, и то, что висит там, начинается оно вот так. Я процитирую первый абзац, а там, если у вас будет интерес, можете уже на выставке подробнее прочесть. 11-12, белорусская, 11-12 вернее, то есть 11 декабря, белорусская кольцевая. 12-17. Ее голова напоминает гнилую дыню, багровые дельты варикоза, ветвятство на тумбоподобных икрах, вокруг шеи кокетливо повязан грязный капроновый шарфик. Молодой человек, извините, вы просто мне очень понравились, понимаете? И вот эта женщина с головой, напоминающей гнилую дыню, и там много еще есть ее других, довольно-таки отталкивающих описаний, она является, собственно говоря, не имеющей никакого отношения к книге, формально к книге, к рецензируемой книге, имеющей отношение к внутренней жизни автора, то есть чистая художественная, там, в некотором смысле художественная литература, вот зачем-то каким-то образом инсталлированная внутрь, как бы служебного, да, типа текста, вот имеющего конкретно, значит, функционально, это рецензия, это, значит, жанр журналистского творчества, который проходит на журфаке. Вот в нее вставляется вот, вот, и происходит это не в, где это происходит? Газета сегодня возникла как большой медийный проект, как общий, это с замахом на то, чтобы быть общенациональной газетой, к тому времени существовала независимая газета, существовала газета «Коммерсант», так называемые толстые газеты влияния, которые, может быть, издаются, и не может быть, а точно издаются не такими тиражами, как «Московька», «Комсомолец», но зато они толстые, серьезные, в них аналитика, они адресованы в элите, и они, значит, вот с этой элитой проводят воспитательную работу. Вот. То есть в серьезном месте, значит, публиковались такого рода тексты, это не исключение, это постоянная практика, значит, вот, Бориса Кузьминского и его коллег, я тоже работал в отделе «Искусская газета» сегодня, моя в том числе тоже, изо дня в день, на протяжении нескольких лет, пока, значит, все это дело не... А теперь, значит, я публикую, вывешиваю это вот в качестве картины здесь в музее, как произведение, текст, как то, что может высеять на стене, место картины, вот. Ну и как бы, с чего я начал, значит, это оценивается коллегой, как то, что эти тексты нашли свое место, что они это заслужили. Как же все это произошло, почему такое стало, такая странная вещь стала вообще возможной, что она значила? Совсем в двух словах, об очень высоком статусе слова, который был в 90-е годы, в так называемую перестройку, там, вторая половина 80-х, 90-е, статус слова, безусловно, был очень высок, и в Советском Союзе тоже, так сказать, он был официально высок, да, литература, центрическая культура, в приказном порядке, священные, значит, там, уставы строителей коммунизма, священные тексты съездов, вот. Но когда началась перестройка, значит, идеологическое отношение, там, насчет плюс и минуса к реальности стало другое, но статус слова не только не уменьшился, напротив, еще и возрос, поскольку слово тогда было, ну, главным инструментом переработки реальности. Собственно говоря, назывался, назывался без хеппининг сначала перестройка и гласность, и именно, и для многих жителей России, собственно говоря, эта самая перестройка, она и осталась медиаэффектом. Многие миллионы наших сограждан с никакими изменениями в жизни, в реальной жизни, они как ни тогда не столкнулись, так и до сих пор они не столкнулись, и это все для них, значит, все, как называемые реформы, там, новая жизнь, другое солнце, это все осталось медийным эффектом. Вот, и, значит, слово изменяло, останавливало солнце, значит, разрушало города, вот оказалось, что сейчас будет рассказана последняя правда, третья правда, шестая, седьмая, и вот когда последняя, и как бы наступит, наступит хорошо. Фраза Солженицына, слово правды, или кто-то, Соломенко правды, слово правды воз лжи перетянет, да, сейчас она, в нашу эпоху, ну, как бы звучит совсем по-другому, да, потому что мы знаем, слов стало очень много, они девальвировались, естественно, когда чего-то становится много, да, оно, значит, мало и весит, каждое из этого самого, да, появился, вы знаете, свежий политологический термин постправда, значит, связан, вот, как бы, описывающий эту информационную текущую ситуацию, когда правда, разумеется, есть в информационном потоке, конечно, она есть, правду сказать несложно, никто не против того, чтобы она звучала, просто информации столько, что статус этой самой правды, и, значит, механизмы, с помощью которых она отделяется от неправды, они не позволяют человеку, значит, на это ориентироваться, да, казалось, что, вот, да, будет сказано, и станет лучше, я помню свой, я был студентом первого или второго курса в факультете журналистики Уральского университета в Екатеринбурге, не первого, второго, конечно, а где-нибудь третьего и четвертого, когда уже была перестройка, и помню свой позорный доклад на студенческой конференции в МГУ, вот в Москву я приехал, значит, как раз там, с докладом, там, что-то перестройка, как раз гласность, и я, значит, помню, что доклад у меня был такой, я, значит, называл какие-то типы вещи, которые, значит, раньше они были, значит, вне зоны гласности, они их не писали в прессе, а теперь пишут, и, типа, вот, когда все, значит, ну, то есть, вычеркнут, будет вычеркнут, дедовщина в армии, все, значит, пишут, все, проблема, значит, уже почти, типа, и вот, 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 и вот что-то там еще, вот, я не помню, чего мне, значит, не хватало, почем еще мало пишут, но пафос был такой, что когда об этом будут много писать, то оно тоже, значит, все придет в норму, И, значит, на фоне высокий очень статус этой деятельности, деятельности по производству слов именно в масс-медиа, потому что масс-медиа – это инструмент того, что в реальности происходит. И, естественно, образом, когда у тебя такой, значит, высокий статус, то у тебя, ну это ты, да, у кого-то это ты срабатывает, у кого-то не срабатывает, да, у части сообщества, так скажем, у многих представителей профессии появляется достаточно такое естественное поползновение, эмансипироваться, значит, почувствовать себя элитой, там, закрытой группой – это как бы одна стадия, а в случае, вот, журналистически связанной со сферой культуры, о которой я сегодня в основном рассуждаю, эта эмансипация, она может проявляться и проявлялась, вот, рассказываем мною о примерах, в формах того, что журналистика приобретает амбицию быть искусством, отдельным искусством, который не обязательно вовсе должен иметь вот какого-то, в реальности какой-то референт. Вот, и фейковые новости, и вот этот вот упомянутый мною, значит, очень сложный на страницах газеты, обращенный, значит, к массам элиты, очень сложный, тогда это называлось постструктуралистский дискурс, такое вот обособление в арт-кружок, который почему-то имеет право, возможность производить свои артистические, культурологические эксперименты, на вот, имея каждый день, ему дают под это полосу в большой газете, платят за это зарплаты, и еще существовало в те годы, сейчас об этом как-то и говорит даже странно, некое представление о том, что человек, который обозревает культуру, он больше, то есть он много занимается самообразованием, да, то есть, чтобы мне, чтобы написать рецензию, значит, на какую-то выставку, чтобы быть готовым написать хорошую рецензию, там, я должен, там, три дня читать предшественников, день думать, и, как бы, в отличие от людей, которые работали в газете, там, в соседних отделах, должны были каждый день сочинять, там, заметку про недвижимость или, конечно, про промышленность, то это еще была во многих редакциях, вот, в больших толстых газетах, привилегированная каста, люди, которые могли писать один-два текста в неделю, это считалось полноценной, как бы, вот, и культурной, и профессиональной деятельностью, вот, и я лично пережил, вот, угары этой эмансипации, такой вот восторг от того, что, что вот можно так, что я, значит, отдельно взятая сила, вот, я зачитаю кусок из своего произведения, которое где-то, значит, и в начале 90-х, и в середине 90-х я стал модным молодым литературным критиком, вот, и, как бы, и, как бы, само занятие вот это вот, которое, значит, сейчас долго описывал, было как бы модным, в кавычках, да, еще я себя чувствовал тоже таким вот, какой-то этой самой, и помню, вот, в журнале «Волга» я должен был опубликовать статью обзорную, значит, какую-то про то, что происходит в современной литературе, и я, значит, эту статью сочинял, сочинял, а потом у меня, как у высокохудожественного существа, раз, вошел в меня такой стих, и я туда вставил абзац, часть, там, даже несколько абзацев, я вам немножко сейчас процитирую оттуда. Отдельной главкой. Что-то там было про фердидарные сашуры серьезные, помню, здрасте. А после этого идет следующее. Живем как-то, хорошо живем. Надрезы делаем, сок брызжет, только подставляй. Добро тоже делаем. Налипание мокрого снега на провода, отдельный осадок, ни к снегу, ни к проводам отношения не имеющий. Ни осадок вовсе, так, блажь божья. Письма пишем, длинные зачастую, зачастую короткие. Головой думаем. Хорошо, это правильно. Мы тут тоже хорошо, не то чтобы совсем, но зачастую. У нас погоды, только подставляй. Ну и так далее. Вот несколько, значит, внутри, как бы, обычной, ну как обычной, вот, литературно-клитической статьи появляется такая главка. И потом, значит, происходит следующее, диалог между автором в моем лице и несчастной, значит, редакцией Саратова, журнала «Волга». Она просит автора, уберите вот это вот. Это хорошая статья, но вот это же, оно просто так, оно же не имеет отношений. А, значит, автор, это самый, находящийся, значит, вот в этом эпифиозе того, о чем она сейчас рассказывает, он говорит, как же, нет. Сейчас, потому что у нас критика – это эмансипированное искусство. У меня, значит, вот возник по дороге такой, значит, это самый суперхударственный образ, поэтому я его сюда должен инсталировать, и что я, значит, вот статью, значит, публиковать без этих рассуждений не буду. Вот, ну и, соответственно, вот, несчастная редакция вынуждена идти на поводу, значит, этих взорвавшихся молодых людей. И то, что я говорю, не является как бы экзотической практикой, которая, вот, значит, имеющая отношение только ко мне, а в каком-то смысле даже и нормой. Я вот уже в этой аудитории, там, месяц назад по другому поводу приводил пример, что в 90-каком-то году мне пришлось писать в журнал «Русская недвижимость» заметку про Бодрияра, про лицензию на книгу «Система вещей», потому что там в «Вещи» тоже что-то, речь идет там про жилище, про бухгалтерскую визию. Вот среди там этих самых нормальных человеческих реклам, объявлений про недвижимость, значит, идет статья про Бодрияра. И причем еще же, еще как бы существовало такое понятие «ботать по дореде», сочинять нарочито сложные тексты. Я потом буду называть какие-то фамилии из там, из литературной, из театральной критики. Но что касается вот среды, имеющей большее отношение к гаражу, да, то есть из там актуального искусства, особо отличались в упомянутые годы критики Сергея Епихина и Федор Ромер, сочинявшие тексты, которые принципиально не предполагали, что их возможно понять. В них, значит, они состояли из большого количества слов постструктуралистского словаря каким-то образом сцепленных. Ну и что? И они манифестировали сами по себе высокую культуру, да, что мы, значит, мы независимая газета, являемся передовой газетой, и у нас на полосе культуры, на модную выставку модный критик поставил вот эти правильные слова, которые, значит, манифестируют эпоху постмодернизма. Значит, все нормально, жизни, то есть, типа, произошло некое ритуальное событие. Вот, значит, продолжаю все про Кузьминского, это все как бы про него пока. Вокруг, вернее, не про него, конечно, а вокруг, то есть я к тому, что я не меняю картинку. Это я хотел сказать. Борис Кузьминский заведовал отделами культуры и искусства в двух больших газетах, вот с одинаковыми амбициями быть толстыми газетами, общенациональными газетами для элиты. Сначала в независимой газете, а потом в газете «Сегодня», собственно говоря, которая тут и представлена. Вот. Совсем уже полная, оторванная эмансипация произошла вот на страницах газеты «Сегодня», этого второго проекта Кузьминского, но началось, значит, еще все в независимой газете. И ясно, что должна была быть какая-то все-таки, ну не то, чтобы просто что хотелось, что пришел человек и сказал, что все будет теперь через задницу, да, то есть. Для появления этого замечательного эффекта важную роль сыграл человек, которого, наверное, говорят, что его часто показывают по телевизору, и он занимает какую-то очень предгосударственную позицию, да, Виталий Третьяков, я не слежу за его судьбой уже долгие десяти, наверное, там, годы, вот. Но вот создатель «Зависимой газеты» Виталий Третьяков был как раз в те годы одним из людей, который, мне сложно сказать про смыслы, которые он транслировал, человек, давший журналистике огромное количество форм, свободных форм, возможностей для конкретных людей, для целых там творческих коллективов, открывал при своей редакции, там, приложение по той или иной тематике, значит, думая о том, что в обществе есть, значит, ниши, да, в которых это может сыграть, там, большое приложение, там, про книжки, кондициональные газеты еще понятно, но, там, с другой стороны, большое приложение про антиквариат, например, человек, который... Одним из самых заметных экспериментов Третьякова в начале девяностых был так называемый образ Титуса-Советологова. Каждый день справа от заголовка на первой полосе газеты, вот, то есть в самом-самом главном центральном месте, появлялся небольшой квадратик со странным текстом, который был подписан. Титус-Советологов – это фамилия автора, это писать за ним Третьякова, но, поскольку тексты эти публиковались каждый день, то у него сил не хватало, и писали разные люди под этим псевдонимом, и представляли там циферку, там, вот, Игорь Зотов, который здесь находится, был Титус-Советологов – 12-й, а также был какой-то 48-й, 33-й, и так далее. И они описывали реальность, обыкновенную текущую реальность, в крайне вольных, филитонных формах, в которых место обычно там или в подвале газетам, или на последней полосе, или вообще в издании другого типа. То, что я хочу процитировать, относится к более позднему периоду, как раз я вот из Игоря Зотова хочу процитировать, скорее к концу 90-х, чем к началу, но, собственно, как бы, эта историческая маленькая неточность, она не меняет сути, примерно так же это выглядело с самого начала. Начало. Вот, допустим, на открытии номера, значит, появляется следующая заметка, подписанная Титусом-Советологом 12-м. Из летописи села «Собачьи будки». «Собачьи будки», я так понимаю, потому что Борис Николаевич Ельцин родился в деревне Будка, да, в Свердловской области. А и староумная редакция таким образом, значит, вот ее... «Нет ли, Титус, у тебя какого-нибудь знакомого с видеокамерой?» спросил вчера меня Йолочкин, когда мы на его крылечке нежились в лучах заходящего солнца. «Достать-то все можно, Борис Николаевич, только зачем? Собираетесь семью увековечить?» «Нет Титус, все гораздо серьезнее». Сообщает из Иерусалима, что одна протестантская церковь установит в стене старого города скрытую камеру, дабы документально зафиксировать второе пришествие Иисуса Христа. «Понятно, вы со своей стороны хотите их проконтролировать. Ты Титус временами каким-то тупым становишься. Меня их проблемы совсем не волнуют. Мне сама идея по душе. Вот если бы нам такую камеру ночью как-нибудь в кремлевскую стену вмонтировать и тамошних сидельцев отслеживать, какой туда олигарх заезжает, или Лужков в каком виде уезжает, сам или под руки держит, ну и так далее. Это отчасти похоже на что? На очень успешный в начале нулевых годов интернет-проект Владимир Владимирович Ру, Паркера Каноненко. Был такой очень популярный ресурс, на котором ежедневно появлялись анекдоты про Путина, когда Суркова и каких-то других людей, которые тогда вокруг него происходили. Но это, соответственно, был раньше. И дело не в том, что раньше, а дело в разнице контекста. Что когда это мы имеем в виду в интернете, вот в качестве индивидуального художественного проекта, и просто индивидуального проекта, как некая личность, вот Паркер, он, значит, придумал такую игру, он у себя ее, значит, продвигает. И она либо успешна, либо неуспешна. Это его индивидуальное предпринимательство. В данном случае мы... То есть я рассказываю о том, что журналистика такого рода имела амбицию быть, собственно говоря... Ну вот сейчас я еще раз, значит, да, речь идет о заметках, опубликовавшихся на первой полосе, на главном месте, значит, газеты, претендующие быть там одной из двух с половиной основных газет влияния. Я тоже позже работал, уже после газет, сегодня в независимой газете, и, значит, соответственно, характеризуя вот повадку Третьякова, я процитирую свое собственное произведение, которое было опубликовано в независимой газете благодаря вот Третьякову, который приезжал канцлер Коль встречаться, видимо, с кем? С Ельцином, да? У нас тогда был Ельцин. И, значит, вот я написал... Была опубликована Ода. Я написал Оду. Третьяков сказал, что надо написать Оду на приезд канцлера, что вот приезжает канцлер, и наша газета должна, соответственно, откликнуться вот в стихах, потому что событие серьезное. Все-таки канцлер Германии. Вот. Следующий текст, который я до сих пор, это одно из вообще из лучших произведений, которое я в своей жизни сочинил по такому ничтоженному, казалось бы, поводу. Я эту фамилию-то, кажется, не сразу вспомнил. О, канцлер! В облике твоем и в образе твоем мы дух германский узнаем, ликуем и поем, что рус и немцы навек дружны, что их величием нет, пределов нет, и сносу нет, и им преграды нет. Бывало время мы с тобой, Германия моя, русско-немецкими костьми усеяли поля, друг друга истребляли мы вдоль и поперек. И кровь немецкая текла, и русская текла, миллионов в сумме пятьдесят, за две больших войны друг друга истребили мы. Потеха-то была, но ныне распри не нужны. В любви опять сойдемся мы, Европу, чтоб делить. Пусть немцы и рус ее вдвоем, туда-сюда, как захотят, а после и весь мир. Это опять же речь идет не в упражнениях, в интернет-дневничке, да, а вот как бы... Вот. И, соответственно, это был человек, рядом с которым сфигуровался Борис Кузьминский, который породил потом этот феномен газеты «Искурство сегодня», где было очень много вот такого рода, как я, значит, вначале цитировал гибридного рода текстов, которых не поймешь искусство это или что это вообще такое. Было в пограничных жанрах, большое количество произведений в пограничных жанрах, в каких-то стихотворных посланий. Однажды вышел разворот, не устаю напоминать, что речь идет о газете, которая, значит, претендует быть общенациональным, общественно-политическим изданием главным. Разворот две полосы, в субботу, две, не одна, полностью заполненная стихами Веры Павловой. Наверное, многие из вас представляют все творчества Веры Павловой и понимают, насколько... Самое издумительное стихотворение Веры Павловой, это все знают про стенку лифта, а второе... Второе я не помню наизусть. Про стенку лифта знаете. И слово «хуй» на стенке лифта перечитала восемь раз. Очень хорошее. И подражание Ахматовой называется. Вот. Или же, например, Андрей Левкин «Полоса», еще более вероятно, то, что я вам прочитал, это хотя бы, ну, вот, выживает живой отклик, короткая, и как бы воспринимается легко. А Андрея Левкина я, ну, просто, если могу отослать к имени и фамилии, и понять, какого, насколько... Чтобы вы могли взглянуть и понять, насколько это было странно видеть в таком месте такого рода текст. Вот. И, значит, еще какая деталь, не знаю, избежная или неизбежная, видимо, неизбежная. Когда, значит, человек ставит себя в такую ситуацию, человек, значит, я имею в виду не конкретного Кузьминского, да, вот каждого из этих людей, которые занят этими межуумочными, полухудожественными, полужурналистскими практиками, действительно, естественно, идея кастовости, идея, как бы, своего кружка, и идея, вот, идея кружковости. Одна из серьезных, и, наверное, и не наверное, а сейчас с этим трудно спорить, так и справедливых претензий к так называемой новой критике, которая вот в нескольких толстых газетах активно себя продвигала, стояла как раз в кружковости, в тусовочности, и в том, что люди разговаривают друг, между собой, не с теми, с кем они должны разговаривать, с тем читателем, который вот находится по ту сторону тиража, а как бы решают за счет олигарха или там еще кого-нибудь свои внутренние психосоматические проблемы. То есть, ну, опять же, ведут себя как художники, а не как наемные работники-журналисты. Наконец-то я, может, поменяю картинку и переменю тему. Уйду из газеты «Сегодня». Вот журнал «Матадор». Глянцевые журналы, они как китайцы, да, они с виду одинаковые, но тем не менее, между ними на самом-то деле существует, пусть не всегда, некоторое различие. И в частности, есть одно фундаментальное различие, как раз связанное с упомянутым мною идеями там кружковости и тусовочности. Глянцевый журнал по типу «Мэнс Хэллс» он адресован миллионам людей, которые хотят лучше понимать, как качать там пресс после сорока с датипными интересами. А журнал типа «Венити Фэйр» в России была даже попытка сделать аналог журнала, просто переведя название, Ярмарка Счиславия выходил, не очень долго продержался такой глянцевый журнал в Москве. Он направлен на... адресован вот этому тусовочному бульону и посвящен кипению, кипению, варенью этого бульона в своем соку. И вот журнал «Матадор», который... Ну, пока можно посмотреть картинку, да. Это значит не «Матадор», это была тогда... Вот еще один не «Матадор», он плохо, плохо отобразился. Рекламная кампания перед... Про то, кто «Матадором» не является. Как раз и был журналом вот этого вот самого типа. Вот, наконец... Ага, это «Муреночек». Ну, ладно, пускай он. «Муреночек» — это вот этот человек. А почему он «Муреночек» я уже и не помню. Вообще, это Сергей Шолохов. Почему он «Муреночек»? Я забыл. Но я процитирую из этой статьи. Это первый номер журнала «Матадор», который вышел в 95-м году. Главным его редактором был Константин Эрнст. Именно этого первого номера. И назван он «Матадором» в честь передачи, которую вел по телевизору Константин Эрнст. И знакомил... Это была программа, удивительная на Первом канале. Она знакомила нас тогда со всем передовым. Типа одежды фирмы «Бенетон». Что, значит, существовало в мировой культуре. Вот. Почему он один номер подписан Эрстом? Потому что сразу после того, как вышел... Ну, то есть это никак не связано, разумеется. Тут же он стал начальником Первого канала. И вот с тех пор он продолжился занимаясь. Собственно говоря, как можно сообразить, уже 22 года, оказывается. Если подумать. Вот. Журнал для... Глянцевый журнал для своих. Для соответствующей клубно-модно-художественной московской, значит, тусовки. Вот в первом номере что? Вот семь галер... Есть рубрика, там была рубрика... Семь кого-то каждый раз, или пять? Пять. Пять галеристов. Пять человек, которые в те годы... Как вы думаете, кто тогда галеристскую Москву символизировал? Овчаренко с Региной... Овчаренко с Региной... Будет. Видно? Да, видно же? Значит, могучая Овчаренко, неистовый Марат... Селена с Крепуном... Все хорошо знакомы и вам люди. Менее знаком Якут. Ну, тоже знаете, разумеется. Вот. Да, тут Айдан. Лежит на диване ногами кверху. Это тоже, соответственно, было 22 года назад. То есть, все тоже... Вот. А Денис Горелов в журнале «Мотадор» писал... Как бы в русле вот этой вот эстетики и политики писал очерки о фигурантах же. И вот в первом номере у него был очерк про Шолохова под названием «Урёночек». Я вам оттуда процитирую... Сначала процитирую. 136. Голубой ли Шолохов? Вот что, оказывается, два года не даёт спать жителям обеих столиц. Фигня Чечня, а главное, он впрямь по мальчикам или придуривается. Не бойся. Да, сразу видно, что я о пидорах не знаю. Смотри, как вертится нахал. Нахал довольно жмурится, делает ручкой и едет спать к жене. Это врез к материалу. Казалось бы, тема поднята. Нет, вот материал начинается. Когда три года назад он мне доказывал, что гомосексуальные программы собирают Дюссельдорфе аудиторию вдвое большую, чем двуполая, я ему тщетно воздражал, что Дюссельдорф это чертовы кулички, а что немцу побил, то русскому смерть. В этой статье упоминаются... Ладно, не буду читать, кто упоминается. Большое количество, значит, шагово-загранцевых персонажей заканчивается публикация в журнале, где главный редактор Константин Эрнст, абзаца про Константина Эрнста. Больше всего Муреночка интересует, где деньги лежат. Потому, хоть он считает Эрнста талантливым правоизведственником идеалов дикого капитализма, а все же он теленочек молочный против мертвой хватки милого друга, потому что гетеросексуал, сказал бы, Шолохов. Вот тоже важная проблема, да. Важные персонажи, важная проблема. Дискурс. Вот про жопу я как раз то, что вы видели, многие из вас видели в интернете, это... Рэм Хасиев, который был потом долгие годы главным редактором Матадоры, который, значит, увидел это, я публиковал как рекламу лекции. Он сказал, что это я придумал спекс-проекта «Жопа-98». Я этого не помню, но возможно. Десять полос, вот «Жопа-98». Это уже, соответственно, другой номер, уже ближе, как бы, через несколько лет. О чем тут... А, ну, да. О чем может идти речь на таких страницах? Ну, не знаю даже. Читировать... Много маленького, да. Разные факты. Ноу-хау московской художницы Юлии Устинова «Вязаная кукла с большими задницами», например. Или в МГУ «Жопа играют на лекциях» информации от нашего корреспондента. Каждый следующий участник должен сказать слово «Жопа громче предыдущего». Побежает то, что сказал громче всех. Не знаю, насколько это правда. Вот «Жопа» друзей журнала. Слева Светлана Рейтер, знаменитый журналист нынче. Значит, вот, приняла участие в этом проекте. Матадор, твоя попа вызывают у тебя какие-то ассоциации? Рейтер. Я где-то слышал, что в Южных Штатах Америки принято всему давать имена собственные, даже разным частям тела. Матадор. Ну и какое имя ты бы дала своей попе? Рейтер. Жанна. Такая же большая и вульгарная, какой может быть девушка с таким именем. Ну и дальше там. Как ты к ней относишься? Любишь? Люблю? Не люблю? Сказать? В общем. Это еще там на разных языках. Ну, в общем, мысль понятна. Мысль понятна, но еще раз на всякий случай я ее проговорю, что идея тусовочной культуры находится очень рядом с идеей вот эмансипации журналистики от общественной жизни в качестве, что это когда мы себя объявляем отдельным искусством, да, то мы естественным образом создаем замкнутое пространство. Вот. Журнал «Столица» – одно из любопытных явлений журналистики начала 90-х. «Столица», их издавал в здательский дом «Коммерсант». Почему их? Потому что «Столица» было штук пять, наверное, да, то есть в течение 90-х лет журнал выходил, загибался, перезапускался, снова выходил, либо не выходил. Я, допустим, в «Столице» некоторое время работал в редакции Глеба Пьяных в журнале, который так и не вышел. Было выпущено несколько номеров внутренних, до внутреннего пользования. Потом решили, что, значит, ну и, соответственно, процитировали на рекламодателях, на серьезной организации, «Коммерсант», «Фокус-группы», решили, что выпускать не надо. Всего было штук пять или там три или четыре, то есть, учитывая вот те, которые не вышли, по-моему, их тоже было больше, чем одна. Было, мне кажется, пять столиц. Самая знаменитая, я думал показывать картинки, а потом решил, что их не буду, потому что она самая знаменитая, это «Столица» Сергея Моставщикова. Но, наверное, если не у вас дома, то у кого-то и дома из ваших друзей есть какие-нибудь постеры, которые в каждом номере этого журнала была какая-нибудь замечательная или игра «Трик-трак», или там какой-нибудь, вот. Но я тоже там пару слов скажу, приведу какой-то пример из «Столицы» Моставщикова. А это, продолжая тему тусовочности, вот один из редакторов в «Столице» Глеб Пьяных, человек из другой журналистики. Вовсе не из какой-нибудь культурной среды, а что-то там про расследование, про политику, что-то серьезное, серьезный человек, да. И вот он, значит, становясь главным редактором журнала, еженедельника, который, значит, вот нужно выпустить несколько так называемых пилотных номеров. Вот один из них, который потом в результате света не увидит, в смысле продолжения не будет. И с чего человек начинает? Первая же страница, апрель 96-го года, центральная, как это называется, передовая статья, господи, вот как это называется, посвящена не каким-то актуальным событиям из жизни москвичей, а посвящена тому, как делается журнал, у кого какое там в редакции прозвище, у кого какое там это самое, как они там, какие. То есть человек из другой культуры, как бы исследуя духу времени, вот в эту вот самую мясорубку тусовочную как-то вот туда вносит, вот и он, и в этом же номере журнала, и на этом он не успокоился, там внутри есть на четыре полосы его статья о том, почему и как и почему он не любит журналистов, которые занимаются культурой, типажи их приводит, довольно веселая статья, и как бы читать ее интересно, ну вот мне, но какое, опять же, она отношение могла бы иметь к поставленным перед ним задаче вопрос. Так, ага, мне вместо рюкзака все, все, что у меня лежало. Это две книжки из библиотеки «Гаража», а эту я принес с собой, чтобы кому-нибудь подарить. Вот надо понять, как разыграть надо ее каким-то образом, надо придумать. Придумаем как? Да нет, ну, как у… А, это, да нет, но это слово. Вот. В первом номере журнала «Мотадор», который я, значит, вам показывал, в его конце есть статья, подписанная Геннадием Юзифовичевсом, издателем журнала, и Валерием Панюшкиным, посвященная «Венецианскому карнавалу». Это первое произведение в будущем знаменитого журналиста и, в частности, ведущего сотрудника, как раз афиши «Столицы Мостовщикова» Валерия Панюшкина. Он принес, значит, вот в редакцию «Мотадорум» театровед по образованию, принес статью по карнавалу, написанную, значит, почему она, значит, в итоге вышла за двумя фамилиями, потому что издатель ее целиком переписал, пытаясь передать какую-то живую, значит, значит, Валеру придется как бы справку из энциклопедии, а он туда вставлял какие-то… Вот так, значит, началась его действительно замечательная карьера, один из пиков которых… У него много интересных всяких приключений в карьере Панюшкина, но вот одно из самых любопытных это как раз эпизод со «Столицей Мостовщикова», где происходило что… Придуманное даже не Мостовщиковым, а руководителем издательского дома коммерсант Владимиром Яковлевым концепция столицы, которую он пытался и в предыдущем версии его с Глебом Пьяных тоже внедрить, это делание автора и приключений автора, то есть как бы центр… Автор попадает внутрь материала, он становится его героем. Там человек ведет расследование, и мы должны в результате прочесть не результаты расследования, а текст о том, как он ведет расследование. Сама по себе мысль не слишком оригинальная и естественная, когда она применяется, ну, в тех случаях, когда должна применяться. А там это было, значит, заявлено как некий тотальный принцип, вот. И апофеозом его были как раз произведения Валерия Панишкина, одно из которых я вам, значит, пару раз завтра процитирую и расскажу, собственно, о чем это было. Человеку, значит, в чем состоял, вот, как это сказать, журналистский проект, вот материал в журнале. Человеку выдают такие красненькие баллончики, не знаю, где они их взяли, они их, значит, редакция столицы наполнила воздухом, который взяла на улице Москвы. И, значит, выдала их своему корреспонденту, в данном случае Панишкину, с заданием, чтобы он с ними посетил Берлин, Амстердам и там что-то еще такого, Париж, что ли, да, три города. И там, соответственно, на улице этим воздухом угощал бы, значит, прохожих и собирал бы их мнение, да. Вот, я думаю, вот это как раз замечательное. И вот маленький отрывок из отчета Панишкина, амстердамский эпизод. По обеим сторонам узеньких улиц распахивались стеклянные витрины, а в витринах девчонки в неглиже с плеерами. В ушах пританцовывали макарену. На мостике через канал роились наркоторговые негречанские малолетки. Полицейский лениво похлопывал себя дубинкой по сапогу. Запознала я мама с колясочкой попросила наркоторговцев помочь ей спуститься с тротуара. Наркоторговцы засуетились и помогли. Попробуй африканский гашиш, крикнул, раскрывая розовую ладонь негр. На ладони забелел маленький бумажный пакетик. Попробуй московский воздух, он лучше гашиша. Негр засмеялся, перенул к трубке и вдумчиво вдохнул. Выпрямился, постоял, перенул еще раз. Ну? Что ну? Отмахнулся негр. Не забирает. И пошел прочь. А я пошел следом. Мулатка в нижнем белье постучала изнутри в стекло своей витрины. Эй, ковбой, обрати внимание. Спасибо, я не плачу гульденами за любовь. Лучше вдохни воздуха. Кто-то такой, чтобы не платить за любовь. Я? Флажки на китайских ресторанчиках дрогнули прохожие и запахнули плащи. Не знаю, ветер с востока. Ветер с востока. Гомосексуальный негр. Возвращаясь в трудовой вакт и попросил сигарету. Я дал ему глоток воздуха. Негр сказал. О, хорошо, спасибо, на здоровье. И ушел, покачиваясь на высоких кабуках. Слава Богу, хоть это сказал. На противоположном конце улицы девушка с алистского ветви в руках. Миктулов в толпе знакомое лицо. Конечно. Знакомое лицо. Толстое пальто, борода. Артем Троицкий. Троицкий сел на корточке, сделал страшную гримасу, вдохнул мой воздух и ничего о нем не сказал. Качество воздуха, Артем. Знаете что, Валерий, приедете в Москву, позвоните мне. У меня есть для вас работа в плейбое. Я недаром заканчиваю стату именно на этой фразе, потому что по ней особо хорошо виден этот механизм, когда журналист становится главным героем того, что с ним происходит. Вот он становится как бы, медиа есть месседж. И как, наверное, многие из вас, будучи, значит, этими посетителями соответствующего места и специалистами так называемого современного искусства, подумали, что это совпадает с этой идеологией, вернее, динамика, которая долгие годы так называемое актуальное искусство преследовало. Это идея того, что художник замещает с собой произведение. Идея, как бы, с моей точки зрения, она вот там типа тупиковая, но тем не менее тупиковая идея тоже, на самом деле, может, не стоило этого говорить, потому что неважны художественные результаты, а не перспективы того или иного способа поведения. Но важно в данном случае, что это вещи сличные, то есть похожие. Когда, значит, сам художник начинает говорить сам о себе, делает операции над своим телом, ну и так далее. Вы, как бы, будучи представителями соответствующей культуры, лучше меня про это знаете. Это есть, и в широком смысле это вот как раз программа постмодернизма, который один из классических текстов постмодернизма, книга 60 какого-то года, я уж когда-то это знал, сейчас уж не помню, 60 какого, подназывалась «Засыпайте границы», да? Вы засыпаете, а границы что делаете? Пересекайте. Джексона, посвященный, правильно, архитектуре постмодернизма, правильно я говорю? Вы-то знаете это все, вот, и как бы, как раз эта вот идея пересекания рвов, засыпания границ, это, там, это идея, в частности, смешения жанров, вот, уничтожение границы между дискурсом художественным, так называемым, и дискурсом документальным, да? И во всех практически областях, там, искусства, человеческой деятельности, там, это произошло, да? То есть в актуальном искусстве это, как бы, не могло не произойти, потому что это было его программой, как бы, долгие годы идеи актуального искусства, они, как бы, были ближе всего к тому, что, как бы, вот, философии постмодернизма, которая, как бы, ну, многие возразят, да, ну, то есть я, как бы, нахожусь в той парадигме, что, вот, все-таки, какое-то время есть вещи более актуальные, чем другие вещи, вот она, как бы, определяла собой развитие эпохи. Кончилось не очень хорошо, да? То есть эта идея, как бы, равенства всех дискурсов привела к такому результату, что стали расти, значит, на этой почве, значит, без беззубости всех этих дискурсов, поскольку они равны с другими, значит, стали расти большие зубы у тех дискурсов, которые себя, большие успешные зубы, которые себя равными признавать не хотят, а хотят признавать более главными, вот. Но, тем не менее, значит, мне кажется, что вот мы видим одинакового рода движения, а та журналистика, о которой я рассказываю, хороший пример, как эта концепция вот в этом искусстве, в искусстве журналистики себя реализовала. Какие-то более есть сложные примеры из 90-х, вот это вот этой гибридизации, смешивания художественного и документального, я не буду подробно рассказывать, приведу коротко два примера. Существует очень-очень удивительная книга, автор ее обозначен как Рустам Кац, на самом деле человека зовут Роман Арбитман, это один из его многочисленных псевдонимов, художественный деятель из Саратова. Книга называется «История советской фантастики». Она уже, вот в 90-е годы она вышла впервые, недавно я вот прочитал, что вышло третье ее издание, еще раз дополненное, значит, лет пять назад было второе, сейчас вышло еще и третье. Книга полностью придумана историей советской фантастики, большое, там на 200-300 страниц исследования, там с описаниями сюжетов, с биографиями персонажей, с какими-то там документами партийно-правительственными, да, с цитатами из газет, большое, полностью, полностью фальсифицированное исследование, в котором, однако, попадаются в разобранном виде какие-то фрагменты реальности, которые вот временами кого-то, наверное, должны, то есть то фамилия знакомая, то фамилия переделанная, то сюжет, значит, одного романа реального переставлен нереальному роману, то похожее название, что создает такое немножко вот для человека со стороны, вот, такая серьезная мистификация вот на целую книгу, или другой пример такого, того же времени, это вот попытка Михаила Пштейна, есть такой известный исследователь, он написал книгу про фейковые секты, придумал 15, по-моему, даже 17 сект, и вот подробно их описал, то есть книга такая, книга, как книга, тоже выглядит, как научная книга, там, предисловие, значит, какого-то там другого доктора наук, там, комментарии от Эпштейна, документы этих, значит, сект, я вот расскажу, какие он, какие он секты, да, описывает, например, 17. 18. Пищесвятцы освещают акт принятия пищи. Голод – это не просто физиологическое состояние, это экзистенциальная неполнота, в человека прокралось небытие, он свободен, потому что голоден. Он может прильнуть к источнику бытия. 18. Это не значит наесться, это значит признать свою ненасытность. Нормально. И так далее. 19. Серые противопоставляют пассивное поведение всяческому активизму. Побеждает не тот, кто ищет победы, а кто и в поражении остается самим собой. Все активные конструкции в ходе истории превращаются в пассивные. Христос был распят римлянами, но в римляне всего лишь дополнение к священной истории, подлежащее которой Христос. Ну и так далее. Кровосвятцы поклоняются местам массовых сохранений. В общем, и так вот тоже огромная работа, документы, какие-то свидетельства. История из того же ряда. Как это воспринималось? Насколько синхронно эта культура? А что у меня показывают какие? А нет, там уже у меня еще одну картинку я покажу, но она уже не совсем про то. Синхронная реакция на эту культуру. Ну не говоря как бы про каких-то откровенных там в кавычках, ну слово враги может не очень, как бы, но есть, конечно, представители совершенно уж противоположного там кондово-сельмяжного дискурса, которые, понятно, все это со своих позиций критиковали, не очень, как бы так сказать, интересных. Это, ладно, это всегда происходит, значит, там всякое новое движение подвергается, значит, однотипной, в кавычках традиционалисткой на самом деле непонятно какой, хтонической критики. Но, да, интересны какие-то другого рода реакции. Вот, и они были. Ну, во-первых, далеко не всегда, мы скажем, что нельзя сказать, что даже среди коллег в профессиональном сообществе, даже в своих родных редакциях далеко не всем нравились деятельности этих институций, вот. И в итоге вот эти проекты газет, отделов культуры, они были закрыты в газете «Сегодня», и потом было там типа в меньшей степени отвязности, но такого же рода, ну, то есть тоже с широкими очень претензиями к культурным, большой культурный проект внутри газеты «Русский телеграф» тоже довольно быстро был закрыт. Ну, как довольно быстро. Это все существовало годами, то есть вот большую часть существования газета «Сегодня» это в ней было. Потом она, в конце концов, закрылась тоже и сама. Но вот интересна критика со стороны, изнутри сообщества. И я нашел, я вот, готовясь к лекции, я нашел замечательный ее образчик, я забыл о ее существовании, а вот на самом деле я с удовольствием и даже с интересом процитирую одну статью, в которой критикуются вот эти вот люди. Я упоминал Епихина и Ромера, а здесь будут называться фамилии литературных, театральных, кинематографических критиков, а не художественных, но они как бы родственны Епихину и Ромеру. Статья, человек, который подписался, Андрей Горский, я помню, кто это, но поскольку я, вот у меня есть там в сомнении фамилии настоящие, то есть как она произносится, я не буду сейчас говорить, а потом, если кому-то интересно, я скажу свою версию, могу в индивидуальном порядке. Женщина из Петербурга, это на самом деле не Андрей Горский. И еще в самом начале 90-х появилась ее статья под названием «Вербальная магия», которая потом еще дважды, по ходу 90-х, она ее переделывала новыми, насыщала примерами и публиковала снова. И она описывает как раз круг постмодернистских критиков, в число которых она относит упоминавшемуся Андрея Левкина, больше известного как прозаик, Бориса Юхананова, который тоже сейчас известен больше не как критик, да, как руководителя электротеатра, Ольги Хрустаревой, Михаила Трофименкова, Алексея Тарханова, Сергея Добротворского, Михаила Емпольского и Александра Тимофеевского, Павла Гершинзона, Елены Долгих, Ильи Цинципера, я там тоже присутствовал среди этих людей. И с плацдармами для этой группы, это речь с начала 90-х описывается, стали журналы родних, молодежная редакция «Театральная жизнь», декоративного искусства СССР, новый ленинградский журнал «Сеанс», а также сам издатовский «Третья модернизация» имительный журнал «Сине фантом». Это ситуация еще до того момента, как все эти люди успешно стали интегрироваться в то, о чем я вам рассказывал, еще как бы, когда они еще кучковались, и вот Горский уже тогда, значит, змею почувствовал, и, значит, попытался ее осудить. Ну, здравствуй, релятивизм туда-сюда, предпочтение эстетического поведения текста, удаление художественного творчества за пределы искусств, и вот такое, в частности, было наблюдение. Горский пишет о так называемом рефрейминге, который воспроизводит в своих сочинениях постмодернистские критики. Это термин, означающий создание такого речевого контекста, при котором у человека разрушаются сложившиеся познавательные нормы, утрачивается автоматический контроль рациональных факторов, приобретенных в опыте. Расшатывание рамки. И он сравнивает автора ту речь с романскими практиками и замечает, что говорящие на темном языке постмодернисты ощущают себя немного высшей расой. Таким образом мы вот закругляемся, то есть возвращаемся, значит, с хвоста. К тому же, самому с чего начинали. Я вот упоминал в связи с Титусом Светологом-12, с Игорем Зотовым, проект Владимир Владимирович Паркера-Каноненко. Это к вопросу о том, куда это ушло. То есть произошло довольно здоровое, ну, время, вещь здоровое, да, в опыне этого самого пузыря. То есть люди расциклились в социальные сети. Когда человек отвечает сам за себя и там за свою эстетику, за свое позиционирование, ему все равно уже, ну, то есть к нему не возникает вопросов о том, что он какие-то расшатывает рамки, использует институции не по назначению, да, он осуществляет свой собственный индивидуальный проект, который может быть, как мы все понимаем, абсолютно любым и никак с общественными делами не связанным. То есть так можно было бы на этом закончить, на таком как бы, не то что хэппи-энде, но вот таком вот как бы все идет своим чередом, но все-таки следует упомянуть еще, значит, другие важные вещи. То есть вместе с… сейчас мы попали в другую крайность. Если я вам раньше описывал, как несколько, там, праздничную неестественную ситуацию о том, что в отделе, там, ежедневную полосу культуры толстой газеты делает 15 человек, которые еще могут заказывать материал на стороне, и, значит, они, соответственно, купаются во времени, в масле хотя бы, хотя бы в значении времени, да, то сейчас, как вы знаете, не только… площадки исчезли, то есть было много, стало ноль, да, и как позиционироваться современному культурному журналисту, как геям у себя приткнуться в современной системе средств массовой информации, значит, кто из вас, многие из вас к этому имеют отношение, вы понимаете, насколько сильно поляна сужилась прямо уже вплоть до ее, как бы, исчезновения. Вот, и это плохо не только, так сказать, потому что новые культурные журналисты, для меня люди социально близкие, я за них переживаю, но это плохо и потому, что, ну, как бы, когда контекст, исчезает контекст, да, соответственно, повышается, понижается статус, то есть одно дело, там выставка, если выставка в галерее Excel, значит, вот она открывается, а потом на следующий день в нее, о ней пишут в трех национальных газетах рецензии, то, соответственно, другой статус у всего происходящего радикально, не говоря уже о том, что это там всякие вещи про экспертизу, да, про то, что это, ну, даже давайте еще и считать, что существует экспертное мнение о формировании какого-то интеллектуального контекста, помимо чисто институциональной, так сказать, позиции. Вот, но с другой стороны, тут тоже что об этом говорить, тоже так у нас сейчас совсем, все скукожилось, все там типа мертвого больше, чем живого, тут тоже я ничего особо любопытного не скажу. Скажу другое напоследок, я уже, то есть кто-то из вас уже слышал это мое рассуждение с тем же самым примером, я его недавно, он мне пришел в голову, поэтому я его еще обкатываю, повторяю, извините, что для кого-то эти слова будут повторения, вот я думаю, как бы про, есть ли вопрос вообще про мою ответственность, да, то есть вот постмодернизм как явление, идеология, постмодернизм, либерализм, явление параллельно ему, так сказать, там в экономическом политическом контексте, вот свои шансы как бы профукал, да, то есть победили другие, пришли большие дискурсы и значит снова вот, значит, стоит ли как бы себя самого винить, ну, в этом, в том, что произошло, если стоит, то как бы тут, ну, важно избежать рисовки, да, потому что как бы когда человек начинает говорить, что он там тоже в чем-то виноват, типа ответственность имеет, ну, это же такая фигура речи, какая ответственность, да, ответственность, как бы, в общем, какой-то у вас ответственности нету, вот, но тем не менее, вот когда вот эти вот штуки, а, тут у меня под конец картинка, это вот мой, это уже, конечно, самый 90-й, это мой собственный креатив, поэтому у меня файл попался, какая, как тёлка зовут, о которой идёт речь? Кто сказал первый? Нателло. Вот вам книжка. Где она? Вот она. Да, могу вам потом нарисовать рисунок, а сейчас торжественно звучу, значит. Так, что я говорил? О том, что, да, о чём лично, что, да, это так, случайно, никакой, да, 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 это не то, про ответственность, про вину, про... Насколько вообще можно к себе эти вопросы? Вот я был одним из яростных пропагандистов, так называемого постмодернизма. Вот я признаю, что активное внедрение этой культуры в жизнь по совокупности разных причин счастья земного не принесло никому, а принесло, обернулось тем, что сейчас происходит, очень неприятными временами. Лично для себя я от тех, как бы, принципов, которые я вот вместе с этим постмодернизмом всё это время там отстаивал, пропагандировал, то есть для себя я от них не отказываюсь. Для меня все эти идеи про то, что жизнь — это совокупность диалогов, они как бы актуальны. Я каким-то образом пытаюсь свой быт в соответствии с этим моделировать. Я думаю, вот про что, потому что вот эти газеты, там сегодня газеты, да, она, например, ну ладно, то есть она хоть и там претендовала быть газетой всероссийского влияния, но всё равно, я упоминал, да, всё равно для элит, пусть и для расширенных элит, для людей, за которыми предполагается какая-то преувеличенная доза способности к рефлексии. А вот я тогда параллельно в начале 90-х годов публиковался, например, в литературной газете, которую читали совсем другие люди. Это традиционное советское издание, которое десятилетиями, там вот она по всему Союзу, там люди получают, сельский учитель её получает в Курской области, на Дальнем Востоке, вот пускай вот будет даже самый конкретный сельский учитель. Я вот вспомнил недавно один свой материал, который помню тогда, это самая очень была шумная история, там вы не хотели в редакции печатать, я помню, как это всё было долго, там, короче, неважно, со всякими скандалами, с победой, там, это, на почти, огромный, больше, чем на полполосы, вот я так визуально себе представляю, материал, посвященный какому-то новому роману Сорокина, сейчас уже не скажу, какому роману даже Сорокина, вот, в котором я рассуждал про вот такой интонации человека, владеющего актуальной ситуацией, знающий, значит, модные термины, про полы, про мужское, женское, гендер, всё такое, что вот, чем, значит, хорошо это произведение Сорокина, потому что оно в очередной раз непровержимо доказывает вот тоже идиотизм этой позиции, которая, значит, придерживается, значит, это самое необразованное быдло, что есть мужское, есть женское, в то время как всякий образованный человек, там, читавший Дриду, блин, из Делёза, понимает, что полов бесконечно много, что пол конституируется, конструируется всякий раз, ситуация общения, это секунду, от контекста зависит, гендер, ё-моё, никто слова не знает, а туда же это самое, типа это самое, вот, и что, и каким образом, я вот думаю, что есть доля моей, как бы, энергии, вот в этой, вот в том, что получила, да, получила, значит, та масса, которая сейчас меня, значит, это самое, ну, то есть, тоже не то, чтобы я уж, совсем мне плохо, да, понятно, что это условный, условный я, условный я масса, но тем не менее, понятно, о чем идет речь, понятно, что это сила, темная сила, которая сейчас идет из, из читателя, возможно, что отдельные мои впрыскивания тоже раздражению этой темной силы каким-то образом, вот, опять же, это не мораль, это вечный вопрос, Петербург тоже строился там, сколько народу погибло на костях, а дворцами любуемся, и, соответственно, вот на высокой ноте я расскажу, что создано, был некий удивительный культурный феномен, который мы можем любоваться, еще через долгие, у всех, вот это вот моя журналистика, которая вышла там, довольно быстро, еще вот, уже в конце 90-х, вообще, упомянули, сколько я сейчас упоминал фамилии, у большинства этих людей, сборники статей, там, по два, по три, все эти тексты, не все эти тексты, но многие из этих текстов и людей конституируются именно как подлежащие архивации культурный продукт, архивации и дальнейшему, так сказать, изучению, осмыслению. Ну, ладно, так мне легче, я уж, честно говоря, устал.